Как распознать насилие в интернете? Советы онлайн-защиты против кибербуллинга и агрессии. Цифровое насилие – одна из острейших проблем современного онлайн-пространства, угрожающая психологическому и физическому здоровью человека. Знание правил реагирования может помочь обезопасить себя и своих близких от этой угрозы. Об этом сообщает Новости Украина с ссылкой на полицию Киева. Правоохранители отметили, что цифровое насилие обычно проявляется через оскорбительные сообщения, посты, комментарии или публикации, имеющие агрессивный или насильственный характер. Такие действия могут вызвать эмоциональный стресс и подрывать уверенность в себе. В цифровом пространстве невозможно защитить себя полностью, но вполне реально обезопаситься от рисков и угроз, если знать, как действовать, заявили в полиции. Как противодействовать кибернасилию? Сохраните доказательства. Идентифицируйте профиль злоумышленника, сохраните ссылку на его страницу и сделайте скриншоты материалов с насильственным содержанием. Обратитесь в киберполицию. Подайте заявление через онлайн-форму на сайте киберполиции, добавив сохраненные материалы. Обращайтесь за поддержкой. Обсудите ситуацию с близкими, которые могут оказать эмоциональную поддержку. Также вы можете воспользоваться горячей правительственной линией 1547 для получения профессиональной помощи. Напомним, что в Украине активно борются с насилием, буллингом и агрессией. Для этого существует немало разных программ. Например, о случаях буллинга в школах украинцы могут легко сообщить в онлайн-формате. Как это можно сделать, читайте в материале РБК «Украина». Кроме того, в 2025 году в Украине во втором чтении был принят важный закон о противодействии домашнему насилию. Также были введены нормы Стамбульской конвенции Совета Европы и директивы Европейского парламента и Совета ЕС. Да, за домашнее насилие теперь предусмотрена более строгая ответственность, а именно штрафы и исправительные работы.